МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура в комнате у детей 7 градусов, батарея. Делаем уроки, холодно, спят, холодно. Отопительный сезон пришел, а тепла все нет. Замерзают жители села Саватиевка. По территории от Калининграда до Владивостока будут служить наши ребята. Военно-морской флот, сухопутные войска и даже военно-космические силы. Ангарчане пополнили ряды российской армии. Где научились пользоваться вот этим оборудованием? Нигде. Первый раз в жизни вообще порез. Стрельба, метание ножей и марш-бросок с препятствиями. Студенты и рабочая молодежь Ангарска участвуют в игре полигон. Главные новости вторника в нашем информационном обзоре в студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. И снова отопительный сезон преподносит сюрпризы. Замерзают жители села Саватиевка. Пару лет назад местную котельную модернизировали. Специалисты говорят, что объект работает исправно. Почему же в домах почти нет тепла, разбиралась моя коллега Мария Константинова. Вот она сверху чуть-чуть теплая, дальше она пошла уже все. Обратко не циркулирует у них, она стоит как пробка вот здесь. У Саватиевцев уже вошло в привычку часто трогать батарею в надежде почувствовать тепло. Второй год семья Ларисы Бурлаковой зимует в холодном доме. Терпеть сил больше не осталось, признается женщина. С жалобами обошла все возможные инстанции. Результата нет. Вот и обратилась за помощью к журналистам. Обращались, это уже у нас такая стопка бумаг. И в Иркутское министерство жилищно-коммунальной политики тоже приезжали, приезжали. Уедут, тишина. И замеряли температуру. И в Народный фронт последний раз. Сейчас Холюстову уже написали письмо в Ангарск. Он вроде бы пообещал нам заняться этим делом. Ну, отправили тут инженера по теплотрассе. Он прошел там что-то, покрутил. Вот они немножко вроде что-то. И все, и опять встала. Замерзает в Саватяевке не один дом, а 15. Согреваются семьи кто чем может. Двое детей у меня. Отопление у нас не греет. Батареи все холодные. Приходила комиссия, измеряли температуру в комнате у детей. 7 градусов батарея. Делаем уроки. Холодно. Спят холодно. Приходится топить две печки. Тепло для жителей села производит вот эта котельная. Несколько лет назад оборудование полностью модернизировали. Внутрь режимного объекта журналистов не пустили. Однако начальник тепловой установки уверена, ее детище работает без перебоев. Котельная и теплосети – организация преобразования. И у нас есть температурный график, который подписан администрацией, городской администрацией. И параметры, согласно этого графика, мы поддерживаем. То есть тепло, которое выдается в сети, и тепло, которое возвращается обратно, все в соответствии с графиком. Ниже этих параметров мы как бы не держим. Все в соответствии. И эти данные ежедневно передаются в единую дежурную диспетчерскую службу. Поэтому эти параметры вы можете там взять без проблем. Если за производство тепла отвечает преобразование, то за доставку его до сельских домов уже управляющая компания «Савва». Здесь и зарыта собака, утверждает в окружной администрации. Предприятие плохо выполняло свои обязательства. Ненадлежащим образом обслуживало сети. Сейчас компания ликвидируется. Спросить за замерзающих женщин, детей и стариков не ского. Проблема заключается еще в том, что собственники жилых домов, ну много, больше их части, самовольно внесли изменения в систему отопления домов. То есть были внесены изменения, в соответствии с чего была наручена циркуляция. Как я уже говорил, что также мы сейчас занимаемся вопросом и регулирования. Ну то есть данный вопрос можно решить за счет регулирования системы. У нас сейчас специалисты этим как раз и занимаются. По словам местного депутата Василия Рогова, вся проблема в диаметре трубы, которая идет от котельной к домам селян. Он меньше, чем положено. В окружной администрации пообещали, что выяснят настоящую причину и устранят ее до наступления сильных морозов. И тепло в дома саватеевцев все-таки поступит. Управляющие компании тоже пообещали найти быстро. Однако приложить усилия придется и самим жителям. Коммунальщики не смогут выполнять свои обязательства бесплатно. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин, Дмитрий Швецов. Местное время. 38 ангарчан сегодня отправились на службу в армию. Сотрудники военкомата устроили призывникам торжественные проводы. Подробности далее. Все, что мы завоевали, заслужили, чтобы вы с честью это все несли и вернулись домой живыми, здоровыми. С таких напутственных слов начал свое обращение к призывникам Иван Буслаев, лидеры организации участников боевых действий «Память». Сегодня отдавать долг Отечеству отправились 38 молодых ребят. 8 из них специально прошли подготовку в местном отделении ДОСААФ и стали водителями категории «С» и топливомаслозаправщиками. Восемьдесят пять процентов пойдут в ряды вооруженных сил, сухопутные войска, значит, военно-космические силы, ВВС. Значит, 15 процентов пойдут в войска национальной гвардии. По территории от Калининграда до Владивостока будут служить наши ребята. Виталий Уваров весной окончил школу и не стал поступать ни в ВУЗ, ни в специальные училища. У молодого человека есть цель – служить. Дальняя дорога, тяготы солдатских будней его не пугают. Меня сегодня провожают мои бабушки, дедушки, мама, братья, сестры, моя любимая девушка. Служить не страшно, очень хочу. Горькие слезы матерей, ласковые слова девушек, крепкие рукопожатия отцов. Призывники расстались с родными на год. Торжественные проводы обошлись без традиционного раскачивания автобуса. Бесценный опыт. Сегодня в Ангарск приехал главный нейрохирург Новосибирска Михаил Амелин. Межрегиональная конференция, посвященная лучевой диагностике онкозаболеваний, объединила медиков Иркутска, Ангарска и Усолья. Современный метод позволяет выявить патологию на самой ранней стадии. Сегодня у нас курс лекционных мероприятий по теме интерстициальные заболевания легких, рак легкого и тромбоэмболия, легочные артерии, наиболее актуальные, широкие темы для рассмотрения, которые, конечно, интересны не только в лучевой диагностике, но и клиническим службам, которые тоже к нам приглашены. Завтра врачи обсудят конкретные клинические случаи и поделятся личным опытом с новосибирским коллегой. Организаторы конференции планируют сделать такие встречи регулярными. Антиспайс-3 ангарские школы приняли участие в акции с таким названием. Ее цель – найти дома, где есть реклама наркотических средств. Волонтеры отряда «Надежда» 31-й школы не только выявили такие места, но и закрасили адреса и номера телефонов, а также нецензурную лексику. Даже не стоял вопрос, пойдем или нет. Достаточно большое число волонтеров согласились и пошли на это. И мы в короткие очень сроки. Акция проходила с 9 по 13 октября нынешнего года. В акции «Антиспайс» приняли участие также волонтеры 5-й и 39-й школ. Военно-патриотическая игра «Полигон» стартовала сегодня в парке имени Десятилетия Ангарска. Участникам, работающим молодежи и студентам ангарских училищ и техникумов предстояло показать свои навыки в туризме и военно-прикладных видах спорта. Это пилотный проект для реализации в Ангарске нового направления армейского туризма. О том, каким был первый опыт, расскажет моя коллега Ольга Атюбрина. «Полигон» развернули на «Аллее любви». Хотя эта игра проходит в Ангарске впервые, нашим ребятам обстановка знакома. Воспитанников школы «Мужество» вообще не удивишь. Они регулярно проводят марш-броски и экзамены в полевых условиях. На сей раз испытания поделили на 10 этапов. «Преодоление водных препятствий, разборка-сборка, соответственно, стрельба, метание ножей, метание гранат на дальность, на меткость. И вся трасса составляет 23 километра. Из них 9 километров – это сплав по реке Китой на рафтах». В руках у ребят специальные карточки, в которых судьи на каждом этапе ставят отметки. Не выполнил штрафная пробежка. «За каждого правильно им ставят прокол. Сколько проколов не будет хватать, столько кругов они будут бегать». «Когда они проходят здесь три блока этапов, если у них есть штрафная, они пробегают вокруг стадиона Ангара всей командой. И после этого подбегают к Галине Александровне. Галина Александровна выдает им карты. И вот с помощью карты они должны найти оставшиеся этапы. Здесь уже нужны навыки ориентирования. Все как в жизни». Скалодром. Здесь ребятам нужно взять шестиметровую высоту и показать свое умение пользоваться туристическим снаряжением. Добраться до верхней точки, не прибегая к помощи со стороны и не задев спасательный трос. Коснуться карабина и без потерь спуститься вниз. «Где научились пользоваться вот этим оборудованием?» «Нигде. Первый раз в жизни вообще полез. Ну и как Ваше впечатление?» «Ну, довольно-таки просто. Если обладаешь малейшими какими-то навыками физической подготовки, можно вполне просто залезть». А это переправа «Маятник», где при помощи веревки и жумара участникам необходимо преодолеть предполагаемый овраг или обрыв. Не всем удается. Трудно новичкам в игре и на тех этапах, где без специальных знаний никак. «Ну, для чего это проводится? Ну, во-первых, заинтересовать ребят туризмом и военным спортом. Ну, а второй момент. Мы опробуем пилотный проект «Армейский туризм». Сейчас новый вид спорта. В следующем году в Ангарске в сентябре месяце будет проходить чемпионат России среди вооруженных сил России по армейскому туризму. И как раз там их ждет уже в военных дистанция 100 километров. Они будут стартовать в Ангарске, финишировать на «Скальнике» и «Витязь». Проходить различные испытания. На «Аллее любви» прошел отборочный тур, по результатам которого в финал выйдут три лучших команды. В субботу победители отправятся на аэродром «Айок», чтобы совершить прыжки с парашютом. Некоторые – первый раз в жизни. Ольга Тюбрина, Роман Буйнов, Местное время. В среду выходит в свет очередной номер газеты «Ангарские ведомости». И сейчас коротко о главных темах издания. Читайте в свежем выпуске газеты «Ангарские ведомости». Какое будущее ждет ангарский химический электролизный комбинат? Ангарчане узнали от президента топливной компании «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой на юбилейных торжествах предприятия. В Иркутске вспомнили защитников революции. Как ангарский историк Владимир Хмыльников добился исторической справедливости? Продолжаем обсуждать последствия светофорной реформы. Сотрудники ГИБДД ждут предложений от ангарчан. Анатомия конфликта. Как жители Китоя встретили постояльцев домика «Милосердие». «Ангарские ведомости». Новый выпуск каждую среду. Теперь и с телепрограммой. Газету, на страницах которой важная и интересная каждому жителю округа информация, можно найти в организациях, учреждениях и торговых точках. Во Дворце ветеранов Победа прошел необычный урок. Мастер-класс для пенсионеров провели сотрудники Водоканала. Специалисты на деле рассказали и показали, что такое личный кабинет. Как передать показания, сверить и заплатить. Что часто заставляло ехать в офис и терять драгоценное время в очередях. Все подробности далее в рубрике «Горвода». А я с вами прощаюсь. До свидания.